А перед началом видоса, перед началом истории, думаю, следует сказать, что эта история, она, думаю, что понравится тем, кому понравилась утоплица. Соответственно, давайте начнём. Изверги. Первая часть. Всем привет, я Ибрагим. Бывший заключённый колонии для психов. Спросите, почему я не говорю, как псих? Вероятно, я уже просто прошёл тот этап. Более я уже не человек. Ну, я полагаю, вам будет интересно узнать, что именно случилось. И какого я вообще попал туда, и главное, где я сейчас. И вообще, кто я вообще. Да, повторяюсь. Извиняюсь. Как говорил один классик, сегодня мы во всём этом разберёмся, не отходите далеко. Начнём сначала, я полагаю. Родился я в относительно благополучной семье. Родителям без привычек, которые могут решить их ребёнка... Их же. Папа не ушёл, мама не ушла, то бишь, все вместе, грубо говоря. Деньги тоже водятся, на хлебушек всем хватает. Я хожу в школу, ну или ходил. Начались все проблемы именно с неё. Буллинг в школе, буллинг со стороны родителей, стали точкой моего невозврата. В школе поначалу, где-то до пятого класса, был друг. Ну, вернее, тот, кто им притворялся. Его вроде Витя звали. Я почему вроде говорю, потому что память начинает тускнеять, из-за чего я решил не написать это всё именно сейчас. Сейчас я хотя бы смогу передать более-менее всё близко к тому, что было, чем потом, когда-нибудь. Вероятно, потом я больше вообще ничего передать не смогу. Ну, мы немножечко отстранились. Мы с Витей играли и учились вместе, где-то с первого по третий класс. А вот с четвёртого до пятого начали отдаляться друг от друга. В пятом же начался буллинг сам при себе. Я как человек невысокий, не сильный, не злой в прошлом. И лицом немного не вышел. Нем. В классе прозвали козломордым. Мол, у меня есть в пятом классе борода. Хотя её и рядом нет. Скорее всего, они это придумали чисто для образа. Я, к слову, так и не понял этого прикола. Впрочем, это и не важно. Важно то, что началось это именно в четвёртом классе, по сути. До него я жил мирно. Хотя бы один друг. Родители хвалят за оценки. Приношу, естественно, пятёрки. Ну, вполне всё шло неплохо. Но вот... Только... Ибрия, идёшь сегодня мяч гонять? Спросил Витёк. Не думаю, сори. Надо дома контролю готовиться. Ответил я. Ладно, задрёт. Удачи. Ответил он. Недолго лицом он покинул класс. Я остался один. Мысли особо не было. Нужно было готовиться к контрольной в пятницу. Ведь мама любит, когда я приношу пятёрки. Надо её радовать. Думал я тогда. Я пришёл домой. Поел. Попил. И принялся за работу. Сидел. Читал. Сидел. Читал. Вырубился. Сам не понял, когда. Так и прошли эти два дня. До свидания. Продолжение следует. Сидел. До свидания. Продолжение следует...